Жители Дебальцево, Углегорска и Горловки, которые вынуждены были бежать из родных городов после активизации боевых действий, получили гуманитарную помощь в Светогорске. Лишь за минувшую неделю сюда привезли более полутора тысяч человек. Сейчас им помогают волонтеры и благотворители. Возле одного из местных кафе в Светогорске необычно людно. Вот уже полгода здесь расположен пункт выдачи гуманитарной помощи переселенцам. Сейчас тут много людей, буквально на днях, бежавших от обстрелов в Дебальцево, Горловке и Углегорске. Этим людям нужно всё. Одежда, медикаменты, детское питание, продукты. Солки. Люди голодные. И они кушают, не перебирают, пожалуйста, с окончанием. Они всё кушают. Всё. И приходят ещё, дайте ещё. Один Ринатовский, пожалуйста. Ларис, убирайте. Мужчина, давайте побыстрее. Денег-то не дают. Денег-то нет. А жить-то надо за что-то. Так что если семья, то, конечно, актуально. Люди не могут отойти от ужаса пережитого и шока эвакуации. Они бросили свои дома и в чём были, бежали от войны. Ежедневно таких людей в Светогорск прибывает не менее сотни. Для переселенцев из прифронтовых городов штаб Ахметова оперативно доставил продуктовые наборы. Если бы не эта гуманитарная помощь, то кормить их вчера было бы нечем. Вот вчера мы выдали наборы и уже начали приготовление пищи. И люди приехали, их уже ждала еда. То есть, как бы, ну, это было спасение, о котором можно было только мечтать. Спасибо ещё раз гуманитарному штабу, что не бросает нас в такие сложные моменты, потому что действительно мы бы вот тем резервом, который был у нас, мы бы не справились. А сейчас ещё очень чувствуется нехватка детского питания. Реагируя на потребности, штаб Ахметова уже привёз в Светогорск 700 детских наборов. Пакеты с детскими кашами, пюре, соками и подгузниками уже завтра будут раздавать тем, кто приехал из Горловки, Дебальцево и Углегорска. Волонтёры успокаивают переселенцев. И тех, кто живёт в Светогорске уже полгода и вновь прибывших, продукты для детей и взрослых будут доставлять бесперебойно. Еды хватит на всех. Ольга Сламян, Алексей Кудилия, Игорь Монастырёв, Телеканал Донбасс.